Всем привет, с вами Дженикус. Подошел к концу крупнейший турнир по файтингам EVO 2023. И это не только competition. Традиционно EVO ассоциируется у нас с анонсами крупных и не очень издателей и разработчиков. В этом видео давайте рассмотрим все анонсы, которые мы увидели на EVO 2023. Была представлена дата выхода инди-файтинга Pocket Bravery. Он выйдет в полноценный релиз 31 августа. После показательного сета Соника Фокса и Декил Сейджа был анонсирован Skullgirls Championship Series 2024. Подробности будут опубликованы скоро. Acer Studio анонсировали следующего персонажа для своего файтинга Rivals 2. Им оказался вернувшийся из первой части Maple. Rivals 2 выйдет в 2024 году. Для Nickelodeon All-Star Brawl 2 был анонсирован в качестве играбельного персонажа Plankton из SpongeBob SquarePants. Также представлены детали новой механики. Nickelodeon All-Star Brawl выйдет в Steam, PlayStation и Xbox обоих поколений и Nintendo Switch в этом году. На специальном инвитейшнл турнире по Killer Instinct был сделан внезапный анонс. Iron Galaxy и Microsoft объявили, что Killer Instinct, вышедший 10 лет назад, в 2013 году, вскоре получит новый баланс патч. Также будет обновлен матчмейкинг и игра получит оптимизацию 4К разрешения для Xbox Series X и S. В ближайшие несколько месяцев появится больше деталей обновления игры. Тайлер Лэнсдаун представил трейлер, раскрывающий нам еще троих персонажей основного ростера Mortal Kombat 1. Рептилию, Ашру и Хавика. И одного персонажа камео ростера, Сарину. На финалах по King of Fighters 15 представители компании SNK объявили дату выхода Nasht 8 августа. Также анонсирован следующий DLC персонаж, Дуолон. Он выйдет осенью. Анонсирована дата выхода за King of Fighters 13 Global Match с Rollback Netcode. Он выйдет на PlayStation 4 и Nintendo Switch 16 ноября 2023. Rollback для Steam версии до сих пор не подтвержден. Опубликован первый трейлер Fatal Fury City of the Wolves, прямого продолжения Garo Mark of the Wolves, вышедшего в 1999 году. Rollback Netcode для Samurai Shoutdown станет доступен в сентябре этого года. French Bread и Arc System Works анонсировали новый файтинг Under Night in Burst 2 Size CLS. Полноценное продолжение Under Night in Burst 2012 года. А на стриме арков показывали демоверсию, в которую могли поиграть все желающие. В Юне 2 будет реализован Rollback Netcode, выйдет он в начале 2024 года в Steam, PlayStation 5 и 4 и Nintendo Switch. Представлен геймплейный трейлер, ранее анонсированный Nier для Granblue Fantasy vs Rising. Также был анонсирован следующий персонаж Grimnir. Наконец была представлена дата релиза Granblue Fantasy vs Rising. Файтинг выйдет в Steam и PlayStation 5 и 4 30 ноября этого года. Предзаказы уже стартовали. Стандартное издание будет стоить 50 долларов, Deluxe Edition 75. Помимо этого будет доступна бесплатная версия Free Edition. В ней будет 4 персонажа, первая часть истории, онлайн и лобби, полный доступ к режиму Granblue Legends. Это режим в стиле Fall Guys. Анонсирована вторая онлайн бета, которая пройдет осенью этого года. В ней будут доступны лобби матчи, кроссплей и режим Granblue Legends. На финалах по Guilty Gear Strive разработчики анонсировали третий сезон персонажей. Первым из 4 DLC станет Джонни. Он выйдет 24 августа. С ним же стартует новый сезон, который обновит механику. Будут добавлены новые спешалы, новая атакующая механика Wild Assault, новая защитная механика Deflect Shield. Постепенно в течение сезона всего добавят 4 новых DLC персонажа, 2 новые арены и новые цвета. На панели Capcom на EVO 2023 разработчики анонсировали третий костюм для каждого персонажа. В качестве примеров были представлены концепт арты костюма для бара Гайла, свадебного наряда Марисы, домашней пижамы Джури и блестящего модного костюма Диджея. Даты добавления нет. Также анонсирована коллаборация Street Fighter 6 с черепашками Ниндзя. В игру будет добавлено снаряжение, при помощи которого можно превратить своего аватара в черепашку Ниндзя. Коллаборация станет доступна 8 августа. Был продемонстрирован тизер-трейлер второго DLC персонажа первого сезона, маниакальной поклонницы ядов Аки. Точная дата релиза не была озвучена. На финалах по Текен 7 Харада Кацухира и Майкл Мюррей анонсировали дату финалов Текен World Tour 2023. Они пройдут в Новом Орлеане, США с 12 по 14 января 2024. Состоялся ревил еще двух персонажей Текен 8. Нам представили вернувшегося из Текен 6 Рейвана, а также новичка серии Азусену, перуанскую королеву кофе. Это подтверждает утечку стартового ростера, которую я опубликовал в четверг в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Был анонсирован EVO Japan 2024. Он пройдет в AT-Ariake Gym EX в Токио, Япония с 27 по 29 апреля 2024. Также была анонсирована дата EVO 2024. Он пройдет с 26 по 28 июля 2024. Это все анонсы, сделанные на EVO 2023. Делитесь в комментариях мнением, какие для вас анонсы были самыми значимыми. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok